МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Главные темы дня. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западной Армении Армена Исаакян. Вопросы Западной Армении. Новые ограничения. Как жители Джавахка перевозят товар в Восточную Армению? Призываю оказать давление на Ильхама Алиева и правительство Баку, глава Арцахской епархии, генеральному секретарю ООН. В городе Барно, Чехия, издана английская брошюра «Арменофобия». Акция с требованием освобождения армянских военнопленных и военного руководства Арцаха возле МИД Франции. Около 100 медцентров закрыли сливание после эскалации. Глава ВОЗ. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 12 октября 2024 года с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армена Исаакян, представив важные события недели. Президент Армена Акабрамян выступил с речью, подчеркнув, армянский народ Западной Армении жил в своей колыбели в Западной Армении еще до программы Абдул-Хамита. В результате действий Абдул-Хамита Западную Армению стали называть Анатолией. Пресс-секретарь подчеркнула, Национальный совет Западной Армении строго осудил тех, кто без официального разрешения посягает на священную землю нашей территории в Арцахе, поддерживая власти Баку в ее оккупации. 17 и 18 октября президент Армена Акабрамян с трибуны ООН представит коренной народ Западной Армении и Национальное собрание Республики Западной Армения. 19 августа в Восточной Армении вступил в силу новый закон обвозить товаров из стран, не являющихся членами ЕАС, в том числе из Грузии. Без таможенных пошлин физические лица могут возить товары на сумму эквивалентную 200 евро и не превышающую 10 килограммов. Комитет государственных доходов Армении отметил, правила не распространяются на товары личного пользования. Жители Ахлакалаки, в том числе проживающие в Вереване студенты, переводят большое количество товаров. Проблем с таможенным оформлением у студентов не было. Пересекшие границу в конце августа студенты отмечают. Проверяли чемоданы с одеждой, а другие товары, такие как еда, постельные принадлежности, не проверяли. После в октябре ограничения были ужесточены. Водители и пассажиры отмечают. Таможенники начали уделять особое внимание весу импортированных товаров. Запрещено пропускать через границу товары весом более 10 килограмм. В преддверии, намеченные в Баку на ноябрь 2024 года, КОП-29, предстоятель Арцарской епархии, епископ Вартанес Абрамян направил письмо генеральному секретарю ООН Антонио Готаришу. Выразив обеспокоенность о продолжающейся политике Баку в отношении этнических чисток, напомнил. Массовое их знание армян из Арцаха в 2023 году и безразличие международного сообщества с одеянным преступлением. Баку продолжает удерживать армянских военнопленных в тюрьмах, нарушая принципы международного гуманитарного права. Во время КОП-29 необходимо использовать все возможное для установления справедливого и прочного мира в регионе. Призываю оказать давление на правительство Баку для обеспечения защиты прав человека и соблюдения верховенства международного права, отметил предстоятель Арцарской епархии, епископ Тер Бартанес Абрамян. Центр Университета Масариков-Берно опубликовал брошюру «Армянофобия» профессора Ивана Фулетти и Маргариты Хохановой, посвященную теме искусства, стипендий и каналиальной политики России в начале XX века. Как отмечают авторы, корни армянофобии уходят во вторую половину XIX века, когда армянское искусство было намеренно маргинализировано официальными и научными кругами в Российской империи. Авторы Иван Фулетти и Маргарита Хоханова пытаются показать историографические исследования этого контекста, как средневековое армянское искусство стало инструментом российской империалистической политики. Издание создано в рамках проекта «Армянское искусство и культура». Работа, находящаяся под угрозой наследия, проводится Центром раннесредневековых исследований университета Масарика в сотрудничестве с посольством Восточной Армении в Чехии и при финансовой поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта в Восточной Армении. Брошюра из 127 страниц издана на английском языке. В Париже перед МИД Франции прошла акция с требованием освобождения армянских военнопленных и военного руководства Арцаха. В преддверии КОП-29 в Баку с плакатами и публичными призывами армянская молодежь Парижа потребовала немедленного освобождения удержанных в Баку всех армянских военнопленных и военных руководителей Арцаха. С требованием оказать давление на Баку участники акции направили письмо министру иностранных дел Франции. Около ста медцентров закрылись в Ливане после эскалации. Глава ВОЗ. Пять больниц закрыты из-за повреждения вследствие ударов. 100 из 207 центров первичной медико-санитарной помощи в затронутых конфликтах в районах Ливана закрыты. Об этом соцсети ИКС заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Атханум Гебриесус. Гебриесус уточнил, по меньшей мере 100 человек были убиты в результате нападений на медицинские учреждения. Число раненых растет. Система захоронения с трудом справляется с ситуацией из-за ограниченного кадрового потенциала и ресурсов, добавил глава ВОЗ. Оставаясь верным своей миссии зрителю, телевидение Западной Армении продолжает свою работу, используя инновационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные события о истории настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и популяризацию нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур Республики Западной Армении, делая ее доступной и понятной. Наши силы в единстве, вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую Родину. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова